Сходила в магазин. Сначала в парке прогулялась, потом сходила в магазин, затарилась продуктами. Иду домой. Не знаю, сколько гуляла, часа два. Магазин зашла. Сначала в парке часок погуляла, потом зашла в магазин, в супермаркет, да. Сейчас приду, покажу, что купила. Всем добрый день. Время уже 15 минут пятого. Сегодня 22 октября, вторник. У меня выходной. Завтра работаю. Короткий день до шести. Так, сходила в парке погуляла, зашла в магазин, в супермаркет, да, купила кое-что из продуктов. Я туалетную бумагу купила по скидке, салфетки универсальные, ну, не влажные, а обычные. Вот мы еще средства для посуды, крем для рук, огурчиков 4 штучки, помидора 3, овощных смесей. Я вот 4 пакета разных купила. Я запекаю в духовке с курицей, ну, с мясом, вот, овощи запекаю, сразу по 2 пакета. Ну, это на 2 раза, в общем-то. 3 бананчика. Не стало много брать, все тяжелое. Морскую капусту купила, что-то давно не ели, захотелось. Сметана 15% Сметана 15% Сосиски взяла, клинские, сливочные. Нормальная вроде дата. Вот захотелось колбаски, краковской кусочек взяла. Масло сливочное в вкусноте его. Вот такая здоровая пачка 430 рублей. Ну, дороговато, конечно. 2 пачки труборога. Если не съедим, сырники сделаю. Там десяток яиц и хлеб со трубями. Вот все, что я купила. И это на 2 щель-то. Это на 2 650 почти. Ничего себе, много потратила. Дорого все стоит. Все стало дорожать. Что-то стало дорожать. Так, цены посмотрим. Так, ну, 2 пакетика несчастных 8 рублей. Бананы 85. Помидоры 86. 96 я округляю, сколько я потратила. Килограмм 143,98. Так, огурцы по 200 рублей. У меня на 120. Салат. Из морской капусты 75. Я округляю. Там 10 копеек минус. Сосиски 250. Вот масло. Что-то дорогое. Даже дороже, чем там написано было. 470. Ничего себе. А ценник другой стоял. Так, ну, вот это овощная смесь 70, 90, 110. Две штуки. Разные они. Творог по 48. Для посуды 60. А я еще вот лапшу Роллтон купила. Куриную лапшу 50. Туалетная бумага 8 спас. Скидки 4 штучки там. Так, значит, салфетки вот эти в рулоне 200. Батон 35. Крем для рук 90. Еще картошку у Роллтон купила с курицей 42. Сметана 78. И яйца 100 рублей. Две шестьсот. Вроде ничего не купила. Две шестьсот как с куста. Но я давно не ходила в магазин. Поэтому взяла все, что хотела побольше. Потому что все это быстро очень заканчивается. А холодильник практически пустой. Вот. Допью сегодня. Сейчас будем затаривать в холодильник. Так, сметанку. Ну, там одна банка есть, но она почти пустая. Так, морскую капусту будем есть. Фу, надо банку вытереть. Так, сорок. Если не съедим, сделаю сырники. Колбаску будем есть. Так, сосисочки будем есть. Сметану. Так, это морозилка. Нет. Десяток яиц. Яйца все съели. Только недавно было тут вот полное. Все это было. Так, и помидорки, огурчики. Они были, но они кончатся. Тут один огурец валяется. Костушки морковки тоже нет. Я не стала брать, потому что я не донесу. Так. Теперь в морозилку. В морозилке. Там есть обычная капуста. Я с ним очереденок другой сварю суп. Один раз уже варила. Так, тут мы сало купили. И вот пельмени тут полно надо доедать. Так. Ну и масло. Масло уже не знаю, как он покупать. Наверное, дорого это вкуснотеево. Может, то сразу пополам разрезать. Сейчас сразу разрежу. Видишь, как они эти большие пачки делают. Если делают большую пачку, она должна быть дешевле. А у них нифига не дешевле. По ценнику вроде дешевле я взяла. А оно не дешевле. Вот так вот обманывают, короче. Пишут одно, на самом деле другое. Там были маленькие пачки. Я посчитала, у меня получилось, что две маленькие стоят дороже, чем одна большая. А на самом деле нет. Большие 4,70 стоят. А две маленькие по 230, что ли. Для посуды средства, оказывается, еще есть, но его мало. Так, все. Все, я разложила, что-то сделала. Бананы вымою. Что-то я не знаю, что-то я достала из морозилки. Совсем маленький кусочек курицы. Что здесь у меня, я даже не знаю. Такие маленькие куски лучше не оставлять. Надо было за раз сварить. Там две грудки, что ли, или одна. Я вообще не знаю, чуть мало совсем. А размораживать уже ничего не хочется. Ладно, сварю то, что есть. Но завтра хватит. А послезавтра еще сварим. Так, погода пока у нас в Подмосковье. Теплая. Плюс 12, почти. 11,5. Вот сходила, прогулялась. Наконец-то я вылезла из дома. Вышла из дома в 2. Сейчас полпятого. Ну, 4 была уже дома, пока все разложила тут. Прогулялась пару часов, хорошо. В парке погуляла, в магазин сходила. Ой, у меня еще там в Алберес один заказ пришел, второй еще не пришел. Когда второй придет, тогда я схожу. Раздеваться так вот сильно не буду. Может, придет к вечеру. Там вторая машина где-то часов в 5-6 приезжает вечером. Одна приезжает с утра, другая вечером. Поэтому я пока не буду раздеваться. Вот так вот. Ну, переодемся, конечно, пока делами домашними займусь. Сейчас поем. Если через часок-другой придет второй заказ, тогда схожу, заберу. А так заберу, короче, когда второй все придет, тогда я заберу. Не хочу ходить туда каждый день. Там все равно до 5 ноября все это хранится. Поэтому сразу бежать смысла нет. Ладно, ребятки. Что-то я вроде ничего не делала. Уже устала. Фу, вот так выходной проходит. У меня вообще была мысль в магазин сходить и вернуться. Хорошо, что я все-таки заставила себя дойти до парка. Доехать на троллейбусе опять стану. Погулять там и вернуться. Туда минут 10 ждала. У меня троллейбус ушел из-под носа, а следующий подошел минут через 15. А так идет транспорт, но не туда, куда-то другое место. Не так много транспорта ходит туда, вот в Новой Химке. Один троллейбус и один автобус, который вообще как привидение редко ходит. Троллейбус еще ходит, а автобус вообще редко увидишь. Если увидел автобус 383-й, надо загадывать желание. Это как вот где-нибудь там в Калининграде трубочисты увидеть. Я, кстати, видела в Выборге. Я что-то так растерялась. Не помню, загадала желание или нет. Вроде загадала, но какое я уже не помню. В принципе, у меня желания не так много осталось. Ох, по дольше жизни уже ничего не хочется. Желание только одно. Так, ладно, все, ребятки. Пора обедать. Время полпятого. Я сейчас позавтракали мы где-то в 11. И я больше ничего не ела с тех пор. Надо... Сейчас я поем. Стирку загружу. Ну, не знаю, что буду делать. Может, поспать, лягу, посплю часок. А то завтра мне в 6 вставать. И я вот не знаю, в 6 вставать или полшестого. Если я встану в полшестого, не факт, что я спокойно сяду в троллейбус. Мне все равно надо идти на одну остановку. Вот туда, за этот дом высотный. Вот там, за этим домом, остановка. Точнее, прям под окнами вот здесь, этого дома. Мне только дорогу перейти и 50 метров пройти. Вот за этим домом остановка, которая перед нашей. Я вот думаю, может, туда пойти, на троллейбус там сесть с утра завтра. Потому что с нашей остановки не сядешь. Народища полно. Но на этой остановке не все автобусы останавливаются. Но троллейбус точно останавливается. Я люблю на троллейбусе. Их два. 203-й, 202-й. Потому что троллейбусе все-таки посвободнее. Он, по крайней мере, только вот по Химкам идет. А автобусы идут из-за города, либо из-за города идут. Либо из... Вот там, за Химками, московский район Куркино. Либо из Куркина из-за этого автобуса идут, переполненные уже. Либо из Подмосковья. То есть не так просто уехать еще отсюда. Я не знаю. Короче, попробую. Завтра стану, как обычно, в 6. Но пойду не на нашу остановку, чтобы полчаса там не стоять. А пойду вот на ту остановку. Или еще лучше, если здесь будет тоже много народа, я еще дальше на одну пройду. Вот туда, к больнице. Сейчас больницу не видно. Тут стройка все загораживает. Так, ладно, ребятки, пойду я сейчас поем. И буду отдыхать. Всем пока!